Время прибытия пожарного расчета на место тушения в городе не более 10 минут. В сельской местности не более 20. Любая задержка или промедление могут быть чреваты. На пульт единой диспетчерской службы спасения поступило сообщение о загорании кафе, расположенном по адресу Орловский район, село Плещеево. На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось задымление в районе дымохода печи и кровли. В момент пожара в кафе находились посетители и обслуживающий персонал. Как рассказал управляющее заведение, и те, и другие вступили в борьбу с огнем. Наш персонал сработал очень адекватно. Во-первых, сработала в первую очередь пожарная сигнализация. Персонал тут же отзвонился мне, как руководителю управляющего кафе Берлога. Я сказал им вызывать пожарную охрану. Естественно, они уже вызывали пожарную охрану. Одновременно они взяли огнетушители, которые находятся в каждом зале, как положено, и начали тушить огнетушителями. В этот момент у нас трое или четверо гостей присутствовало. И гости тоже помогали. Огонь распространился в чердачном пространстве на площади 30 квадратных метров. При тушении у пожарных возникли некоторые сложности. Сложность тушения была в отсутствии проемов, способствующих выходу пожарных на кровлю. Производились скрытия конструкции кровли при помощи механизированного аварийно-спасательного инструмента. В последующем выход от пожарных на кровлю. Криминальную составляющую пожароспасатели исключают. Возможная причина возгорания – неисправность дымохода печи. Почему еще у меня вопрос возникает? Вот наверху вообще кирпич отошел. Довольно часто от первых действий очевидцев в ЧП зависит то, как будет развиваться сам пожар и борьба с ним. В этот раз удалось большого огня избежать. Огромная благодарность. Передаю гостям огромное спасибо. И персоналу своему очень огромное спасибо. Благодарность. Эта благодарность прозвучала, конечно же, и в адрес пожарных, для которых это всего лишь обычные трудовые будни. Олег Крудаков, Владимир Ноздрачев совместно с пресс-службой ГУ МЧС России по Орловской области.